Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа откроет вам некоторые музыкальные тайны. И я уверена, вы поймёте, классика скучной не бывает. Судя по тому, с какой скоростью на нашем телевидении рождаются детские музыкальные конкурсы, вундеркинды продолжают будоражить умы. Обо всех тонкостях воспитания чуда детей сегодня расскажут мои гости. В гостях у меня пианистка и мать юной пианистки Катя Сканави и музыковед-психолог Дина Кирнарская. Здравствуйте, Дина! Здравствуйте, Катя! Будем говорить о таком явлении, как вундеркинд. Учитывая все ваши познания и труды в психологии, Дина, я начну с вас. Что есть вундеркинд и чем он отличается от просто одарённого маленького человечка? Вы знаете, сейчас психология имеет такой ложный имидж, что всё-то психологи знают, всё-то они могут объяснить. На самом деле они знают очень мало. Всё крутится вокруг одного – констатация факта. То есть обыватель и учёный-психолог здесь почти на одной доске. Оба разевают рот и говорят, ах, боже мой, ему только пять лет, а он уже играет рондо-капричиозу. Вы сейчас сказали одну очень важную вещь. Ах, в пять лет рондо-капричиоза. Наверное, это не очень часто, но ещё реже, когда, открывая рот, говоришь, ах, в пять лет и так играет рондо-капричиоза. Вот эта граница так играет. Может быть, она определяет грань между гениальным ребёнком и просто, так сказать, хорошо наученным юным человеком. Вот вы попали сразу, что называется, в самое больное место. В том-то и дело, что просто играет и так играет. Отличить это может далеко не каждый. То есть это качество сомнительное выдаётся за чудо. Очень часто. А почему в наше время всё новое и новое и новое? Масс-медиа. Эпоха информации, медийная эпоха. Конечно, всё изменилось с тех пор, как Женя Кисин. Всё-таки мы все помним, он отличался сильно. Имя Кисина прозвучало, оно ещё будет сегодня звучать. Потому что, когда появился Евгений Кисин, вместе с ним к нам пришло некое откровение. То есть там даже было, как мне кажется, дело не в спецэффектах и не в темпах, которые он брал, не технологические. Вот было то, чему невозможно дать словесное описание. И чему невозможно научить тоже. И чему невозможно научить. Вот Антон Рубинштейн тоже был таким. Ну, если перечислить. Вот говорят, в Вундеркиндом был Моцарт. Да. Говорят, в Вундеркиндом был Бородин. Мендельсон. Мендельсон, Стравинский, да. Вот мы помним Кисина, мы помним Григория Соколова. Причём мы не слышали никогда ничего про то, как в 12, в 11, в 10 лет играли, например, Гильс, Рихтер, Ойстрах. Они же уже тоже учились в это время. А иногда и нет. А иногда и попозже начинали. Конечно. Но тут можно сказать так, что... Растропович начал поздно. Вундеркиндизм вообще как явление Вундеркинда произрастает из обычных детских качеств. Когда ребёнок осваивает мир. Вот есть как бы две такие категории. Способности и талант. Вот Вундеркинд – это способности. Вот сюда. К себе из мира. То есть усвоить, освоить, выучить, узнать. Причём узнать и освоить блестяще. Раньше, чем другие. Раньше всех. Прочнее всех. Более эффектно, нежели другие. То есть это не талант, это способности. Нет, это способности. Потому что это к себе. Из мира к себе. А вот обратно от себя в мир. Вот то, что сделал Евгений Кисин. А вот это уже совсем другое дело. Катенька, вот я хотела спросить. Ты состоявшийся музыкант. Ты концертирующий пианист. Обычно говорят, что вот очень одарённый ребёнок – это по большей части, не в обиду никому будет сказано, но как бы осуществление неосуществлённых амбиций родителей. И сейчас, когда у тебя Саша, твоя дочь, которую мы скоро будем слушать, играет уже с большими коллективами, играет в сольные концерты, играет на конкурсах, выступает сама, а ей всего 12 лет. Скажи, пожалуйста, почему тебе снова захотелось вот эту всю дорогу, которую ты так уже сама прошла, пройти заново? Ну, во-первых, когда я начинала, я совершенно не знала, на какой путь я вступаю. Я просто учила музыке, потому что в нашей семье так было принято. И потому что, если человек способный, то, ну, как бы грех не учить. Из моих троих детей я вот только одного не учила, который, и то, вернее, старалась учить, но поняв, что, ну, каких-то таких вот способностей нет и нет никакого желания, то я бороться вот прямо вот насмерть не буду. С Сашей насмерть бороться не приходилось. Тем более она девочка как-то. Я не думала, что вот так уж обязательно это станет делом всей ее жизни. Ну, и, кстати, мы до сих пор не знаем, что случится с ней в тот самый знаменитый переломный момент. А сейчас я знаю, Катя, что для тебя это, в общем, не очень традиционная ситуация, когда ты сидишь в качестве как бы участника программы, и тебя не приглашают к роялю. Но сегодня волею судеб будет именно так, поэтому, поскольку мы уже об этом поговорили, сейчас выступает юная пианистка Александра Стычкина по совместительству «Твоя дочь». Поэтому, пожалуйста, Саша к роялю. Для нас, для всех звучит Рахмайнов вальс для мажор. Пожалуйста. Рахмайнов вальс для мажор. Рахмайнов вальс для мажор. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» АПЛОДИСМЕНТЫ И вот тут возникает такой вопрос. Как, имея в семье талантливого ребенка, как не воспитать саванта? Вы употребили слово савант. И вот есть такая научная гипотеза, что, как всегда бывает, маленькая доля вот этого аутического савантизма и дает вундеркинда. Это чаще всего очень сильно развитое правое полушарие мозга. Левое полушарие, которое заведует речью, коммуникацией, какими-то уже более поздними навыками у этих детей и людей, не развито или почти не развито. Они иногда не говорят, они не общаются. Это вот такая наилегчайшая форма аутического заболевания. И вот это вундеркинд. Если это заболевание чуть-чуть усилить, то может получиться какая-то катастрофическая ситуация. Природа усиливает, болен. Человек болен. Вот им все любуются, наблюдают, аплодируют, как замечательно, как чудесно. Я таких детей видела. А потом это заканчивается очень плохо. В лучшем случае это просто уход в никуда, в ничто, в никак. Потому что об этих детях мы очень часто ничего больше и не слышали. Спасибо. Вот как раз в связи с этим еще хотела задать вопрос. Каков, как по-вашему, идеальный баланс между семьей, средой, семейной и педагогом? Ну да, я наблюдаю, так как у меня двое детей учатся в ЦМШ, я, конечно, много и вижу родителей ЦМШовских. И слушаю концертов и классных вечеров, и просто концертов сборных школы. И я вижу и слышу, как родители, что они обсуждают в кулуарах школы. Мы живем в совершенно безумное какое-то время, когда амбиции родителей, они как в какой-то геометрической прогрессии с каждым годом вырастают. Потому что у этого тот сыграл на синей птице, а у этого на чем-то другом. Это просто умопомрачительное что-то. Я вот в жизни своего ребенка не отдала бы ни туда, ни сюда, вообще не в такие какие-то вещи, где открыто их обсуждают. Ну вот и вопрос. Если существует очень талантливый индивидуум, скажем так, кто больше может помешать, педагог или родитель? Оба. Оба зомбированные родители, которые полностью теряют чувство реальности. Они вообще не понимают, а сколько мест есть на концертной эстраде, а каким уровнем, не просто талант, а чуть ли не гениальности надо обладать, чтобы вообще туда забраться, там удержаться на этом музыкальном олимпе. И вообще жить вот этой вот жизнью концертирующей в арте. И при этом, чтобы ребенок себя все-таки ни с кем не сравнил. Сейчас хочу предложить послушать человека, который на наших глазах, на моих, по крайней мере, и на ваших, Дина, из вундеркинда, как его считали, превратился в классного, выдающегося музыканта. При том, что семья была совершенно не музыкальная. Я имею в виду Вадима Репина. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 А сейчас пришло время предоставить возможность молодежи задавать свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Вахрушев. Я студент Краснодарского университета культуры. Если бы Моцарт родился в простой крестьянской семье, если бы родители не смогли бы купить инструмент в дом ребенку для того, чтобы ребенок как-то развивался, могло бы тогда имя Моцарта состояться, так сказать, в мировой классике? Думаю, что да, конечно. Потому что такого рода примеры есть и прямо рядом с Моцартом. Гайден родился ни в какой-нибудь музыкальной семье, а его отец был каретным мастером, ремесленником. И несмотря на это, все-таки уровень культуры в целом в Австрии тех лет, а ведь они оба австрийцы, был весьма высок. И даже далекий от музыки человек все равно был к ней близок. Вот в этом парадоксе этого блаженного места Австрии 18 века. И все немножко играли. Вот отец Гайден играл на цитре. И вот это типичный пример той семье, о которой вы сказали. Даже люди, близкие к земле, все равно были близки к небу тоже. То есть они играли, они музицировали. И вот с Моцартом было бы то же, что с Гайденом. Единственное, с той разницей, что он бы мог прожить столько же, сколько Гайден. Спасибо за вопрос. Еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Софья. У таких необычных детей расписание дня, наверное, тоже необычное. Екатерина, не могли бы вы описать день вашей дочери Александра? Пишите. Вы знаете, ну, она учится в центральной музыкальной школе, что очень сильно... Само по себе необычное, да. Там все расписание там необычное. Ну, да. Образ жизни необычен, да. Да, но с другой стороны, когда все так жалеют музыкантов, что они там много времени проводят, например, за рояльным или со скрипкой, то, наверное, все же тут надо сказать, что они зато не уделяют практически никакого времени, по крайней мере, со им шата точно другим предметом. И поэтому все то время, которое другие дети учатся в обычной нормальной школе и потом делают дома какие-то задания на следующий день по математике, физике или химии, у нас это полностью сведено к нулю. В общем, она ходит туда, до двух часов дня она находится там. Потом она должна позаниматься как-то на рояле. Ну, вот такое мы выжимаем. А поесть ребенок? Мы выжимаем. Да нет, ну она вообще спокойно довольно живет так. Ну, в принципе, удельный, я так понимаю, если подытожить ответ на вопрос, удельный вес времени все-таки приоритет – это надо каждый день позаниматься. Да, надо каждый день позаниматься. В этом смысле, что отличает детей, занимающихся профессиональной музыкой, от не занимающихся ничем профессиональной, это то, что, конечно, у остальных детей есть каникулы, и есть суббота и воскресенье, когда, наверное, они чувствуют себя полностью свободными. У Саши вот просто нету субботы и воскресенье в том смысле, что она все равно в эти дни должна заниматься, и что мы никуда не можем поехать без того, чтобы тащить за собой клавиатуру или ехать в место, в котором есть рояль. Вот в этом смысле, да. Ну, так было и у меня, например, всегда, поэтому мы привыкшие. Переходим к следующей теме, которую мы уже затронули вскользь. Я вспоминаю как раз случай, который мне рассказывал, вот сидя тут профессор Дмитрий Башкиров, который говорит, вот приводят, мне говорят, ой, талантливая девочка, послушайте, с удовольствием, сколько ей лет? Двенадцать. Что она играет? Апассионат. Он говорит, до свидания. Потому что он говорит, ну, как девочка, которой двенадцать, ребенок, который не прожил, не прочувствовал, не пострадал, не пролюбил, может сесть и играть там апассионату. Сонату, которая, в общем, написана для очень зрелого музыканта. Может быть, даже технически может, но эмоционально этот груз, который не поднять. Ну, это то же самое, что а можно ли давать там десятилетнему ребенку читать «Войну и мир»? Можно. Он не все поймет у Льва Толстого. Сделает какую-то свою урезанную интерпретацию, но есть подсознательные импульсы, токи, которые идут от великих произведений. Вот он, читая эту самую «Войну и мир», вдохнет что-то такое, что не прочитав ее, он бы не вдохнул, не почерпнул и не узнал. Поэтому я бы сказала, что в этом ничего криминального нет. Другое дело, что, может быть, и Дмитрий Башкиров имел это в виду, что нельзя, опять-таки, вымучивать из ребенка то, что ему трудно сыграть, то, что он не может, не понимает, до чего он не дорос. А как вы обе относитесь к тому тоже, в общем, как бы, веянию времени, которое не сегодня, как бы, появилось это веяние, оно уже существует много лет. Это когда на конкурс, музыкальный конкурс, готовят исполнителей. И чем дальше, тем раньше. Возраст исполнителя, он все уменьшается и уменьшается. Мне кажется, что они в этом возрасте имеют свои преимущества, потому что они относятся спокойнее к этому. И кроме того, когда ты знаешь, что ты на следующую неделю можешь поехать на другой конкурс, а еще через месяц на третий, то это тоже как какой-то, ну, снимает ту меру стресса, с которой ездили советские годы, когда сначала проходилось 25 отборов здесь, и тебя отправляла вся советская страна, на тебя все смотрели, что ты там им всем докажешь, и без первой премии не возвращайся. Ну, тут еще один очень такой важный момент. Вот вы сказали, вот, не может ли это нанести травму, и вот эта вот непобеда. На самом-то деле, если непобеды наносят травму, если вообще что-нибудь наносит травму, значит, не твое. Быть артистом – это действительно. Быть непробиваемым – очень мужественным. Как раз сейчас перед нами выступит лауреат конкурса телевизионного, очень популярного в нашей стране щелкунчик, Эрик Мерзаян. Играет он на кларнете, исполнять будет он либертанго пьецола. А за роялем Олег Худяков, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 в биографию сейчас знаменитого, ныне и везде он у всех на устах. И вообще, скажем так, ломаются копья, потому что есть сумасшедшие поклонники пианиста Ланг-Ланг, как и есть люди, которые вообще не воспринимают это как серьезное творчество и говорят, что это шоу. Но там феномен заключался в том, что он начал играть с трех лет. И я не могу даже сказать, не знаю, может быть, вы знаете, Дина, играл ли он на конкурсах? Вот этого я не могу сказать, я тоже не знаю. Но вот эта бешеная, бешеная популярность персонажа из классической музыки, но на уровне просто имени такого громкого шоу-бизнеса, условно говоря, как известные там марки часов, приглашают его быть лицом рекламной кампании. Ну и отлично, и хорошо. Пусть люди смотрят и думают, а не пойти ли мне на концерт? Да, увидев часы в витрине. Просто там тоже очень самобытный путь и судьба, и говорят, что очень много страданий в детстве. Это тот пианист, который с юных лет считался виртуозом, и который на сегодняшний день является одним из таких вот краеугольных камней всех, из которых льются вообще чернила, скажем так, критиков, если есть еще критики, которые пишут пером. Ну, давайте послушаем фрагмент просто. ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они как есть, так и есть, что в музыке, что не в музыке Более того, ведь обратите внимание на то, что вундеркиндизм проявляется только в тех сферах, где есть абстрактные структуры. Шахматы, математика, музыка. Живопись. Больные аутисты очень часто, это их конек. Они могут назвать день недели, какой был в 725 году, 31 января. Это был день, понедельник. Вы проверите, так и было. Так что вот эти вот структурные способности, способности к запоминанию, сверхпамять. Это бывает, когда могут сыграть в любой тональности. Да, транспонировать и учить наизусть. Это все память и манипуляция структурами. Это вот вундеркинская способность как таковая. Поэтому суть ее очень похожа. Спасибо. Сейчас перед как бы финалом нашей программы все-таки хочу еще задать такой вопрос. Существуют конкурсы, существует медийность, существует выход на большую, скажем, аудиторию маленького музыканта. И, как правило, следствием всего этого есть еще и критика. Надо ли ограждать вот этих маленьких человечков с еще неокрепшим каким-то вот чувством уверенности в себе или неуверенности в себе от того, что о них говорят? Или же пусть уже плывут по-взрослому в этом море и... Я считаю, что необязательно им знать. Почему? Аргументация какая-то? Ну, потому что сегодня это... Ну, во-первых, нет, если это мнение человека, который, ну, как-то, ну, достоин какого-то уважения, может быть, мне бы хотелось бы, чтобы, там, моя Саша знала, что он про нее думает. Но если это просто вот сегодня работающий в газете критик, который сегодня пишет, а послезавтра ему на смену пришел другой, и вообще разбирается он или нет, еще никто не знает как-то так уж особенно. Я не знаю, зачем. Просто вот... Гениально сказал Лермонтов, что без страданий жизнь поэта. Без страданий, без уколов творческого человека воспитать нельзя. Тут можно целую лекцию прочитать, но очень кратко можно сказать так, что стимулирующая роль здесь принадлежит зоне правого полушария. Там одновременно находится и страдание, и творчество. И вот когда вы начинаете нажимать на страдания, включается творчество. Вот мне лично, и я этим очень горжусь, Минухин сказал такую фразу на мой вопрос, почему в России так много выдающихся музыкантов. Цитирую. «Because they have suffered so much», потому что они так много страдали. Нельзя от творческого человека ограждать от отрицательных эмоций, потому что таким образом его можно оградить и от самого творчества. Я думаю, мы сегодня, конечно, не разойдемся и не закончим нашу беседу, не послушав Евгения Кисина. Поэтому предлагаю маленький фрагмент, пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне остается попрощаться, сказать вам, дорогие Дина и Катя, спасибо, что вы были гостями программы «Нескучная классика». Спасибо большое. Знаменитый педагог и пианист Александр Гольденвейзер писал, Как бы хорошо не владел исполнитель мастерством, если он незначительный человек и ему нечего сказать слушателю, его воздействие на публику будет ничтожно. С вами была Сатя «Нескучная классика». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok